добрый день дорогие зрители сегодня мы с вами на православном канале экзегет продолжаем начатый цикл бесед о крещении руси ну для того чтобы может быть это в каких-то моментах более детально прояснить ход этих событий ну и наверное главная наша задача в том чтобы ответить на возникающие не тех кто вот каким-то образом сталкивается с этой темой задумываются они вопросы и в главной степени в общем-то разрушить какие-то сопутствующие этой тематике стереотипы ну в общем что мы уже постарались сделать на протяжении предыдущих бесед которые с вами совершали сейчас подошло время также ответить на ряд довольно важных таких вопросов также имеющих отношение к крещению руси и тоже обратить внимание на какие-то вот такие вот моменты которые людей порою смущают вызывают недоумение когда они не понимают почему все происходило именно так я не иначе каким-то другим образом и и мы с вами в общем то уже проделали достаточно большой путь для того чтобы понять ну по крайней мере тем кто слушал предыдущие беседы что в общем то конечно крещение руси не было таким каким-то разовым актом что речь не шла о том что до момента там 987 или 988 года на россии было только исключительно белое пушистое язычество которое вдруг почему-то князь владимир из каких-то своих меркантильных и властных соображений решил отменить и всех так сказать поголовно загнал в воды купелей воды крещения вынудив всю страну своим таким исключительно волевым волюнтаристским решением принять новую совершенно чуждую веру ну совершенно очевидно для тех кто уже был знаком с предыдущими беседами что эта картина ну невероятно далека от действительности на самом деле на руси на тот момент уже существовало большое количество христиан нашла постоянная идеологическая борьба как между различными языческими идеологиями которые существовали на тот момент на руси так и между христианством а также и другими религиями не будем забывать что в поволжье конкурировал с язычеством и ислама из хазарского каганата в котором элита была настроена иудейские про иудейские при приняла иудаизм распространялось влияние иудаизма в первую очередь как раз таки нацельные на подчинение себе вот этой вот военной аристократии собственно руси о чем мы говорили и после покорения хазарского каганата святославом понятно что те силы иудаизма которые правили балом и руководили последние сто лет политикой хазарского каганата попытались устроить хазарский каганат 2 из руси и посланные оттуда эмиссары попытались склонить в каком-то смысле наверное даже и подкупить князя владимира и его военную аристократию на то чтобы иудаизму было оказано и известное покровительство и даже в общем то как бы чтобы элита военная элита руси приняла заманчивое предложение о спонсорстве и торговле которую могли оказать влиятельные финансы иудейские круги для того чтобы в общем то известные своей заинтересованностью в торговле в развитии экономики русы склонились к тому же к чему до них успел склониться хазарский каганат и хотя влияние хазарского каганата на русь то время было достаточно сильным это было такое действительно государство инфлюенсер государство которое занимал очень высокое положение во всем регионе являлась таким союзником византии в этом регионе с одной стороны сдерживала попытки арабов прорваться на кавказ и дальше за кайспийские пределы за кавказе с одной стороны с другой стороны удерживала северных варваров от вторжений в сферу экономических и культурных интересов константинополя безусловно это государство стояла на достаточно высоком уровне развития и поэтому неудивительно что и святослав а затем и князь владимир принимают перенимают какие-то хазарские обычаи какие-то вот такие установления культурные достижения хазар так что даже собственно князь владимир именно ее его ближайшие потомки правившие именуются каганами русского государства и фактически даже такое существует выражение у историков как русский каганат поскольку древнее русское княжество в то время в общем охотно примеривала на себя то величие хазарского каганата которое она сумела доставить себе силу своего оружия победив в общем-то многие годы превосходившего и врага которому руси в течение продолжительного времени платила пускай символическую в последние годы но дань но вот здесь мы видим что князь владимир оказался намного мудрее и выше всех вот этих вот попыток его купить подкупить обратить в какую-то такую вот веру которая сулила бы определенные выгоды земные и для себя и для своей страны он выбирает именно христианство и именно в византийском в православном восточном его изложении несмотря на то что давление из запада также на самом деле являются немаловажным фактором в те времена и многие близкие в общем-то родственные западные соседи руси в этот момент уже принимают христианство в его западным рима католическом выражение да вот рима католической идеологии подчиняются ею что на самом деле в общем приводит к таким достаточно трагичным впоследствии зачастую событием в их истории что касается и польши и той же скандинавии формируя в общем такой вот как бы именно очень своеобразный национальный характер благодаря вот влиянию рима католической христианской идеологии князь владимир в процессе вот этого выбора веры он отметает все прочие предложения которые исходили и а так сказать о принятии ислама и иудаизма и западного варианта христианства и останавливается на как мы уже сказали восточном православном христианстве за этот выбор мы до сих пор ему благодарны этот выбор конечно действительно цивилизационный значил для руси невероятно много сформировал нас такими какие мы есть по крайней мере заложил то лучшее что есть в русском народе и опять же мы благодарны князю владимир за то каким именно образом он это сделал князь владимир принимая православное христианство заботится одновременно о двух вещах с одной стороны мы встречаем вот в современном сознании такие какие-то упреки и сомнения князя владимира в том что этот выбор являлся для него личным выбором что князь владимир выбирает эту веру умом рассудком ну как бы понимая что предыдущие пути развития языческие пути развития несмотря на все усилия сохранения этого традиционного казалось бы для руси пути а заходит в тупик и поэтому князь владимир в поисках альтернативы чисто вот такой какой-то вот рассудочной калькуляции вычисляет ту самую веру которая является оптимальной для него его подданных при этом никоим образом не участвую своим сердцем в этом выборе и не становясь христианином в глубине собственной души это конечно совершенно нелепо абсурдное утверждение и в дальнейшем мы с вами рассмотрим аргументы которые подобную версию решительным образом сокрушают но сейчас обратим внимание на то что по сказанию летописца о том как происходило крещение руси и именно вот этой воинской аристократии руси и указывается такая немаловажная черта принятия князем владимиром крещения как постигший его временная слепота которые проходят именно во время крещения в святой купели то есть летописец тем или иным образом указывает на то что в жизни самого князя владимира было соприкосновение с чудесной силой христианства было был момент познания ее исцеляющий и возрождающий душу в первую очередь и затем уже тело мощи ну это действительно скорее всего именно каким-то подобным образом и происходило и из истории мы знаем довольно много случаев и примеров когда языческие вожди принимали православие принимали крещение именно под воздействием того внутреннего перерождения той внутренней перемены которая происходила с ними благодаря тому что они столкнулись с вот этой живой и убедительные силы христианского чуда в своей жизни то есть происходило нечто такое что доказывало им правоту именно духовную правоту той лиги с которой они зачастую боролись но которую впоследствии благодаря вот этой внутренней перемене затем охотно с радостью с любовью принимали готовы были исповедовать ее даже до смерти такими случаями историями изобилуют истории христианской церкви происходили они и на руси безусловно и князь владимир не являлся здесь исключением ну а о том что это было именно такое вот искреннее желание изменить веру которая исходила не просто из какого-то вот желание обеспечить свое государство свой народ какими-то духовными скрепами как час принято выражаться это в общем-то ясно свидетельствуется последующими такими очень важными моментами в житии князя владимира теми изменениями его характера его образ жизни которые последовали после того как он покрестился и принял вот эту новую веру которую он сам по его словам давно узнал и полюбил и важно понимать то что князь владимир искал не новую веру для своего государства а искал ее вместе со своим государством те настроения которые и те перемены которые совершались в сердце князя владимира затрагивали огромное количество людей и современников князь владимир не был каким-то отщепенцем одиночкой который совершал какой-то свой совершенно отдельный сепаратный вот такой вот духовный поиск сектантский который вот привел его какой-то там экзотической византийской вере нет это было серьезнейшее духовное движение кризиса одной религиозной модели от которой нужно было уходить и поиска другой то есть подобного рода вещи происходили и в соседних государствах подобные процессы происходили и в соседней и близко связанные и родственными культурными отношениями с русью скандинавии то есть везде происходят примерно одинаковые процессы везде накапливается усталость от эпохи викингов от этого бурного периода связанного с войнами с работорговлей с насилиями с жестокими формами проявлениями язычества с огромным количеством вот этой вот такой языческой общем-то современным таким бытовым языком выражаясь чернухи ну об этом мы тоже еще скажем чуть более подробно чуть далее важно понять то что князь владимир своем поиске был далеко не одинок он не был одиночка не один принимал эти решения и он заботился о том чтобы принимать эти решения не в одиночку до него крайне важно была поддержка его собственной дружины и его народа это было таким очень существенным моментом о котором мы говорим что князь владимир принимал крещение принимал новую веру и как дело личное как завершение своего личного духовного религиозного поиска и как лицо государственное в этом отношении нельзя пытаться разделить владимира на две какие-то части так сказать рассматривать его отдельно как политика и отдельно как князя в вопросе поиска пути для своего государства и пути духовного пути для самого себя это одна и та же личность которая решает на самом деле одну и ту же задачу ищет пути спасения от того удручающего вида которые принимала действительности и для себя и для тех кого он любил в первую очередь это конечно его дружина которую он хотел видеть не уже не какими-то дикими волками берсерками а святыми христианскими воинами верность дружине было для князя владимира наверное превыше всего дружиной он был воспитан в дружине он рос в дружине прошла большая часть его жизнь и поэтому даже приняв крещение князь владимир показывая свои богатства говорил что расставляя так сказать свои предприоритеты что можно конечно нанять дружину за деньги но лучше так сказать иметь дружину для того чтобы все эти сокровища приобрести это вот была его логика его верность боевому братству понимание того что в том мире в котором он живет без дружины без войска выжить никоим образом невозможно но он хочет видеть это войско преобразившихся преображенным он хочет разделить с ними идею не только боевого братства но и братство по вере братство во христе братство христианского это очень важный такой момент который собственно говоря и определил то каким именно образом русь приняла крещение приняла на ее фактически в походе да мы знаем что заместив собою хазарский каганат князь владимир начал претендовать и на его геополитическое место в этом мире а таким образом он как бы автоматически становился союзником византии ее партнером таким же партнером которым когда-то был на этой территории хазарский каганат для владимира это чрезвычайно важно и он не так уж мало запрашивает за это партнерство в какой-то момент византийские императоры вынуждены сами обратиться к нему за помощью василий второй константин третий просят владимира принять участие в подавлении охватившего малую азию мятежа военачальника фоки варды и князь владимир мобилизовав имеющиеся под его рукой силы разбивает мятежника но так сказать в качестве компенсации благодарности выставляет требование о том чтобы братья соправители отдали за него замуж их сестру почему князь владимир имеет право требовать от византийских императоров такого дара такой привилегии которые не пользовались не одни из каких-то варварских народов которые во множестве окружали византию потому именно потому что князь владимир позиционирует себя и свое государство как наследника хазарского каганата а мы с вами знаем что византию и хазарский каганат связывали в том числе и династические узы династические браки между хазари и византии не считались чем-то зазорным причем с достаточно такого раннего время времени уже в восьмом веке например император юстиниан второй прозванные коротконосом или безносом берет себе в жены хазарскую княжну хазарскую царевну и благодаря поддержке хазарского каганата добивается возвращение себе трона с которого он свергнут и в дальнейшем эта традиция она так сказать лишь и подтверждается последующими историческими событиями так что в какой-то момент представители хазар даже оказывается основателем одной из новых византийских династий в лице льва хазара вполне успешного удачливого надо сказать в отношении внешней политики императора хотя и одного из тех кто не зринул в византию в пучину иконоборческой ереси вернее так сказать восстановил эту иконоборческую ересь во время своего правления но тем не менее мы видим присутствие хазар на византийском престоле и соответственно возможность подобных браков которые объединяли византию и хазарию такими родственными династическими узами поэтому князь владимир этим требованием он подтверждает новый статус поле геополитический статус своего государства как наследник святослава и собственный статус как действительно полноценного хазарского кагана который даже женат на византийской принцессе надо сказать что в видимом эти вопросы династические были тесно приплетены и с вопросом поиска веры в ответ на подобное требование владимира братья соправители посовещавшись выставляют одно непреложное условие князь владимир должен креститься и он охота на это соглашается то есть он принимает крещение не в результате каких-то миссионерские действий византии не как подчиненное византии лицо не как вассал который принимает крещение в угоду своему восточному более как бы сильному соседу из сюзерену каким собственно говоря считали византийского императора в то время еще и большинство правителей западных западноевропейских королевств но надо сказать что князь владимир здесь выступает как равный как партнер как человек который свободно и как правитель и как лицо частное делает вот этот выбор в пользу принятия православия ну дальше следует такой не вполне ясный понятный сюжет с крещением князя владимира в корсуне в крыму так сказать современным херсонесе ну это действительно история которая на самом деле по разному излагается в разных летописных источниках есть несколько отличающиеся друг от друга версии того как все это происходило почему князь владимир отправляется в поход на территорию своих в общем-то новых союзников с которыми он уже договорился о династическом браке и о принятии веры ну достаточно трудно сказать что именно было здесь побудительным каким-то мотивом высказываются различные предположения о том почему это происходило в форме вот именно такого похода ну есть предположение о том что корсунь в это время охватил какой-то внутренний мятеж и она была готова отделиться от византийской империи ну или по крайней мере там возникли какие-то сепаратистские настроения князь владимир спешила в курсунь опять-таки для того чтобы оказать очередную услугу своим новоприобретенным византийским союзникам есть совершенно противоположное предположение о том что братья соправители тянули с выполнением своего обещания не спешили предоставить свою сестру в замужество дико дикому язычнику и поэтому князю владимиру пришлось пойти на такие меры как в общем то уже доказать свою решимость в этом и во всех других отношениях путем военной силы если византия не хочет иметь его в качестве союзника она получит его в качестве врага и соперника ну а еще свежая память походов князя святослава которому удалось подойти константинополю весьма и весьма близко и мало того что просто совершить какие-то набеги но еще и в общем-то имелись серьезные планы потому чтобы обхватить отхватить у византийской империи значительный кусок ее территории такой вот уже не шуточное было в этом смысле направление движения мыслей и усилий князя святослава понятно что в общем то это уже воспринималось не как пустая угроза и не просто так сказать демонстрация мускулов военной силы но в общем то серьезный повод выполнить свои обещания сейчас уже нам собственно трудно судить о том каким именно были какими именно были причины вот этого корсунского похода князя владимира но здесь присутствует важный момент князь владимир сначала крестит собственно русь под русью мы понимаем именно его воинскую аристократию в корсу не происходит именно крещение руси как вот того ядра из которого выросла до впоследствии все единое государство объединившие все вот эти подчиненные мечом святослава владимира и их потомков пространство соединенные в единое государство получившие вот это имя руси но сначала князю владимиру необходимо крестить именно свою дружину именно тех кто являлся его семьей тех кто являлся его наиболее близкими людьми и вот в этом походе на корсунь совершается вот именно вот это весьма логичная в религиозном и политическом отношении действия да когда в первую очередь именно военной аристократии именно приближенные к владимиру люди составляющие его такой внутренний круг наиболее близкий круг его общения они принимают православие принимают крещение вместе со своим князем вполне единодушно вполне возможно что как бы то ни было но вот этот поход на корсу не имел такое промыслительное значение тем более что летописцы все которые даже приводят взаимоисключающие версии этого похода сходятся на том что его сопровождали какие-то необычайные чудесные и по крайней мере удачно сложившиеся для владимира и его спутников обстоятельства ему удалось взять этот город практически без потерь и в качестве такого вот трофея он принимает там крещение это крещение оказывается организовано туда прибывает большое количество и болгарского духовенства приносится святыни туда прибывает княгиня анна по некоторым сведениям и князь владимир возвращается на свою родину уже как христианский правитель возвращается в свой стольный город киев уже опираясь на полностью преданную а главное единоверную ему дружину возвращается с большим количеством святыни возвращается с книгами возвращается с духовенством фактически возвращаются с тем что сейчас принято называть дорожной картой процесса крещения руси то есть уже своего рода планом того как это будет происходить и начинает этот процесс со своего родного киева но князь владимир подходит к телу крещения своего народа надо сказать очень осмотрительно очень действительно разумно мудро и можно сказать на самом деле что в полной мере деликатно очень важно то каким образом князь владимир совершает это крещение она совершается не как какое-то формальное действие не просто вчерашних язычников всех собрали загнали в воду раздали кресты назвали христианами это ни в коем случае происходит не так вообще это совершенно не характерно для и последующей миссионерской практике руси чтобы там не говорили не писали и не снимали какие-то авторы на эту тему ничего подобного не происходит крещение собственно самого населения киева откладывается на полгода в течение шести месяцев болгарские священники то есть говорящие на одном языке болгарские крымские священники говорящие на одном языке с их соплеменниками славянами обходят каждый дом в киеве и проводят там огласительные беседы князь владимир ни на йоту не отступает от канонических правил православной церкви крещению должно предшествовать оглашение обучение нельзя крестить по православным канонам человека который к этому не готов его нужно сначала обучить вложить в него основы веры а затем уже смотреть крестить или не крестить и на самом деле поэтому византия не было столь скажем эффективно и заинтересована вот в каких-то таких вот внешних экспансиях биссионерских по распространению православия это совершенно не в духе вообще вот византийского церковного менталитета крещение не навязывалась православие не делал не превращалась в способ подчинение себе других народов в этом смысле в византии существовала довольно большая веротерпимость в отличие от как раз таки опыта западно христианского где мы видим католицизм как такую достаточно агрессивную и как раз таки нацеленную на внешнюю экспансию вот такую с позволить искать миссионерскую форму религиозные диалоги здесь все происходило совершенно не так и лишь спустя полгода после того как каждый житель киева был обучен православной вере был познакомлен с ее учением пропущен так сказать через вот это горнило миссионерской работы духовенства князь владимир сочтя жителей своей столицы к этому готовыми обращается к ним с весьма примечательным словом он говорит тот кто завтра не придет к слиянию днепр и днепра и почайны для того чтобы креститься тот мне не друг он не говорит о том что этот человек будет изгнан казнен лишен имущества он обращается с потрясающими совершенно для правителя огромного государства словами он говорит тот мне не друг ну кто же хочет не быть другом князю владимиру согласно летописным источником таких в общем-то набралось совсем немного лишь незначительная часть таких вот упертых совершенно убежденных язычников добровольно покинула киев чем никто им не чинил никаких препятствий а большая часть народа пошла по слову своего князя принимать святое крещение но здесь в общем то тоже нужно понимать психологию тогдашнего населения до что в общем то даже вот такое вот крещение принятое и страха перед князем она означает не столько страх перед какими-то репрессиями которые последуют за отказом принять крещение сколько страх перед тем чтобы каким-то образом опечалить священную в представлении людей этого времени фигуру князя ведь не будем забывать о том что князь то время воспринимается не просто как земной политический правитель но как лицо священное лицо облеченное особыми силами особым благословением свыше все-таки у людей в тот момент еще действует вот это совершенно особенное такое да восприятие власти от которого сейчас мы совершенно отвыкли поэтому не можем предположить его и в других людях и вот совершается вот это крещение киева и киев начинает жить совершенно по иным законам совершенно по иным правилам иным основанием своей и повседневной религиозной жизни как собственный князь владимир о чем мы с вами побеседуем в нашем следующем разговоре о том о тех изменениях о тех переменах которые произошли с князем владимиром и с его народом после вот этого судьбоносного крещения руси и крещения стольного города киева внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и